Принципиально важно защищать соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечить их законные права и свободы. Об этом сегодня рассказал Владимир Путин на встрече с делегатами 5-го Всемирного Конгресса соотечественников. Речь шла о развитии за рубежом образовательных программ на русском языке, укреплении филиалов российских вузов, поддержка культурных проектов. Масштабный форум собрал около 400 представителей почти 100 стран, тех, кому не безразлично, что происходит на исторической родине, кто бережет традиции и родной язык. Президент подчеркнул, важно оказывать поддержку русскоязычным СМИ за рубежом. Такие издания сохраняют непредвзятую позицию, дают объективную информацию. Владимир Путин отметил и большую сопричастность русскоязычных общин к тому, что происходит в России. Мы чувствовали вашу солидарность и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие и, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо выразили свою волю быть с Россией. И поддержать Россию помогало сплотить нам всё российское общество. И, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира. Высоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие русского языка, в отстаивание общих для нас культурных ценностей. Нам не может быть безразлично, нас не может не беспокоить то, что в ряде стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушается система образования на русском языке. Под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, культурных центров. Принципиальная задача – надёжная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечения их законных прав и свобод. В том числе речь идёт о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранение культурных и духовных традиций.